Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале ProPiter, канале о недвижимости в городе Санкт-Петербурге. Сегодня мы снимаем для вас очередной ролик из рубрики «А что можно?». И сегодня мы с вами посмотрим, а что можно купить за 7 миллионов в 2022 году. Вот я вам это рассказываю и сам в ужасе, уже 22 год. Казалось бы, только-только пандемия начиналась, а уже 2 года пролетело. Итак, друзья, начнем! В этом ролике мы смотрим, конечно же, вторичное жилье. Ну, потому что новостройку ее найти проще. Вы знаете, что вам нужно просто лишь заполнить заявку в компании ProPiter. Мы вам подберем наилучший вариант. Приемка с нас, оформление документов после покупки тоже с нас. Все для наших любимых клиентов. Именно этим мы отличаемся от всех остальных. Покупайте только в ProPiter. Вообще, за квартиры в ProPiter, ну вы знаете. Так, схема у нас старая. Мы с вами заходим в интернет, ставим определенные фильтры и смотрим, с чем же, собственно, наш Невод, брошенный в эту морскую пучину, пришел. Подписчики наши замечательные, в комментариях поинтересовались и Юрий, а почему же вы игнорируете другие порталы, кроме Авито? Авито детская древняя и там много мусора. Ну, на самом деле, из-за того, что много мусора, я поэтому и показывал, как этот мусор в том числе отфильтровать. Но, прислушившись к вашим желаниям, сегодня мы работаем с ЦИАНом. Итак, схема проста, как гвоздь. Открываем ЦИАН СПБ. Вот она у нас уже открыта. И ставим фильтры. То есть, одна двухкомнатная квартира от 5 миллионов, раз, два, три, раз, два, три, до 7 миллионов. Вот, ставим 7300 на всякий случай, ну, чтобы вдруг дотянуть. Потому что, знаете, обидно будет, если хороший вариант проскочит, например, по цене 7100. Да, что, в общем, не очень решающе. И я сейчас буду открывать некоторые варианты, для того, чтобы дать вам комментарии, для того, чтобы вы могли посмотреть и, скажем, сделать свои какие-то выводы по поводу того, что подходит вам это, не подходит, что вообще дают и за какую цену. Чтобы излишне не затягивать этот ролик, потому что эти ролики и так получаются достаточно большими, было принято волевое решение сегодня рассмотреть север города. Вот представьте, Петербург, если разделить примерно пополам, и все, что выше, то сегодня мы и посмотрим. Друзья, важный момент. Я акцентирую внимание на том, что компания ProPiter не продает эти объекты. Мы их никак не проверяли, мы их никак не рекламируем. Я всего лишь открыл базы, смотрю и, что вижу, то вам и рассказываю, может быть, с некоторыми комментариями. Так что, если вы решите что-то из этого приобрести, вам нужно будет или нанять юристов, можно в лице компании ProPiter, или, вооружившись знаниями, проверять тщательно, самостоятельно. Так что, будьте внимательны и счастливы. Итак, Василий-Островский район. Первая квартира, которая у нас появилась. Самая интересная. Начнем. Указано, что это двухкомнатная квартира, 42 квадратных метра. Такая небольшая. Разворачиваем фотографии. Да, все неплохо. Красиво. Дети вон, судя по игрушкам, живут. Балкончик. Кухонька. Все. Такой приятный, скажем так, неброский ремонт. Такой очень лаконичный и не бросающийся в глаза. В чем же тут подвох? Почему указано, что это двушка? А, ну да. Посмотрим, будет ли здесь дальше планировка. Но видно, что вот это одна из комнат. Санузел. Вот у нас тут поддончик, да, для душевой кабины. Сделан, знаете, как в гостиницах часто так делают. Да, хорошая фотография. Молодцы, компания Макромир. Ничего не скажешь. Вот вид из окна. Одного из окон. Слушайте, ну для Васильевского острова хорошее на самом деле предложение. Причем 6500 всего. То есть, по сути своей, всего на миллион дороже, чем однокомнатная квартира. В чем же здесь подвох? В этом доме, видите, дом очень длинный. Такой, как китайская стена. Она прям прум-брум, прум-брум. Но хорошее расположение. В том плане, что недалеко от станции метро Приморского. Кладбище тоже рядом. Друг кому надо. Простите, профессиональный юмор. Сейчас посмотрим описание и все точно скажем. 42 общая. 25 жилая. Кухня 10. Шестой этаж. 73 год. Одно из лучших предложений. Васильевского острова. 7 минут. Метро. Это правда. Ее продается комфортная евро-двухкомнатная квартира. Общая площадь 42,10. Площадь комнат 15 плюс 14. Есть застекленный балкон. Санузел совмещенный. Квартира на 6 этаже. Стажного дома. Центральное отопление. Горячая вода. Из центрального водоснабжения. То есть это все безусловные плюсы. МФЦ. Дорога. Библиотека. Па-па-па. Долевая собственность. Бывшее общежитие. Вот собственно и все. То есть в чем главный потвох этого объекта. Потому что ну он не может так дешево стоить. Такой интересный объект. У меня на самом деле помимо того, что это бывшее общежитие. Еще один вопрос возникает. То есть ну вот здесь указано, да. Что документы готовы к сделке. Уведомления. Подходят под ипотеку. Перевожу на русский язык. Что значит уведомление. Так как это бывшее общежитие. Соответственно эти люди. Свои комнаты с каким-то санузлом. Если я правильно помню. Есть некоторое количество таких в Петербурге. Это уже все переделали. По факту квартира вообще не докопаешься. Вот когда ты живешь. По документам. Если я правильно понимаю. Все-таки это комнаты. Да, со своим санузлом. Но тем не менее это комнаты. И соответственно для того, чтобы их продать. Нужно разослать соседям. Со собственником уведомления. Но в этом конкретном случае я ничего прям катастрофичного не вижу. И скажем так. Если бы вот в этом месте квартира. Без вот этих вот нюансов. С чистыми документами. Ну что это было бы. Это была бы хрущевка двухкомнатная. В пятиэтажном доме. Да. То есть вряд ли с таким ремонтом. А цена у нее была бы скорее всего 7500. А то и 8. Я считаю, что не самая плохая экономия. Да. Там 2 миллиона примерно. 2,5. Так что самое главное и ключевое подходит под ипотеку. Собственно все варианты, которые мы смотрим. Они все должны подходить под ипотеку. Я вам напоминаю. Что если квартира не подходит под ипотеку. Скорее всего там какой-то очень неприятный нюанс с документами. И нужна ли вам такая квартира. В принципе это вопрос такой дискуссионный. На подумать. Ну вот вам. Знаете первый вариант. По-моему неплохо. Улов неплохой. Пойдемте дальше. Так. Вторая квартира. ЖК Светлый мир. Я романтик. То есть я романтик в свое время стал вообще при чаевые языцах. Потому что насколько я помню. Стартовые цены на квартиры вот именно евро двушки. То есть когда гостиная, кухня и комната. Могу соврать. Это было очень давно. Во-первых. Во-вторых. Я тогда только приехал и в принципе еще погружался в рынок недвижимости. Поэтому правда могу соврать. Но я помню, что там были объекты, которые продавались с отделкой и с мебелью в подарок за миллион четыреста. Сейчас я обращаю ваше внимание. Однокомнатная квартира 30 квадратных метров. Семь двести пятьдесят. И это считается еще и дешево. Ну иначе она бы не попала в общем-то в нашу выборку. Потому что что нам смотреть дорогие квартиры. Ну имеется ввиду дорогие для этого сегмента. Их понятно, что навалом. То есть вот у нас такой приятный гарнитур достаточно. Комнатка. Ага. Однокомнатная. Посмотрим, есть ли отдельная спальня. Потому что тут у нас получается что-то типа студии. Так ведь. Так. Вот у нас спальное место. Балкончик. Ну кстати, не самый плохой вид из окна. Я за это и люблю высокие этажи, что у тебя как минимум небо. Небо. Молодцы. Кстати, постарались. Хорошие фотографии. Круасанчики такие. Все приятно. Так, санузел. Ну тут все понятно. Без изысков, но тем не менее. Планировку нам покажите. Планировку. Где планировка? А, вот планировка. Вот мы зашли в квартиру. Вот у нас коридорчик. Вот у нас санузел. Вот у нас комнатная. Ну по сути своей, на самом деле, друзья, это вообще студия. Давайте называть вещи своими именами. Это никакая не однокомнатная квартира. Вот здесь у нас шкаф. Вот здесь у нас санузел. Вот здесь у нас одно пространство. 17 квадратных метров. Где сбоку у нас кухня. Ну студия это студия. Давайте не будем натягивать с собой на глобус. Хорошо, что коридор отделен. Это, конечно, да, большой плюс. Но тоже этот же коридор седает 6 квадратных метров. И если бы, например, вот этой стены не было. Давайте так просто даже подумаем. Черт его знает. Наверное, было бы лучше. Потому что было бы 17 плюс 6. Да, 23. 23 с лишним квадратных метров была бы желая. Что, на мой взгляд, наверно, лучше, чем 17. Давайте почитаем описание. Но тоже цена 7500. Ну вообще не гуманно. 240 тысяч рублей за квадратный метр. На секундочку. То есть за 240 квадратный метр, не знаю. Можно на Петроградке купить в центре что-то прям очень хорошее. Ну правда оно будет не такое маленькое. Так, жилой фонд, однокомнатная квартира. Ни апартаменты, обременения нет. Никто не прописан. Готово к сделке. Все, что вы видите на фото, уже включено в указанную цену. Поэтому оформление с уменьшением стоимости и отдельный договор на улучшение помещения. Я понял. То есть они хотят денежки скостить. Перевожу на русский язык. Читаю, а потом перевожу. Все, что вы видите на фото, уже включено в указанную цену. Поэтому оформление с уменьшением стоимости и отдельный договор на улучшение помещения. То есть такой ненавязчивой формулировкой замечательный риэлтор с той стороны пытается, как бы так поделикатнее сформулировать, обмануть наивного покупателя. А вот есть такое понятие занижения цены. Для того, чтобы просто уйти от налогов. Занижение цены. Когда фактически вы покупаете квартиру за 7,250, а в договоре они просят указать 6. Потому что, ну извините, вот у нас налоги и все прочее. А здесь они это выдают, как будто бы это великий плюс. На самом деле это полная фигня. Указывать нужно всегда, но по возможности, за некоторым исключением, только полную стоимость. Но вот здесь они это пытаются подать, как некий плюс. Интересно, молодцы. Все понятно. Продают студию за очень дорого. Ну, студию 30 квадратных метров продают за 7,250. Почему мы все-таки эту квартиру вам решили показать? Потому что мы хотели показать разницу, например, старый дом 70-х годов и новый дом. Вот собственная разница. Очевидно, вы видите ее все невооруженным глазом. Все помнят, что ЯРОМАНТИК это намывные территории. То есть они очень далеко от метро. Там, в принципе, туго с инфраструктурой. Но берег рядом. То есть выйти два раза в год для того, чтобы уронить слезу счастья от того, боже, боже, какая красота. Это сделать можно. Ну вот они все там стоят. Ну вот 7,800, 36 квадратных метров. В принципе, то же самое. Там ремонт, не ремонт, вот это все. Ну плюс-минус. То есть там вот плюс-минус все одно и то же. Вот, кстати, евро-душка полноценная. Да, она 7,800. Ну в общем, я думаю, все понятно. Для тех, кто внимательно смотрит, выводы свои сделать уже можно. Давайте пойдем дальше, чтобы не растягивать роли. Эти квартиры. Возьмем двухкомнатную для примера. Посмотрим, сколько они там, в принципе, стоят. Все как мы любим. Васильевский остров. Двушечка. 32 квадратных метра. Это, подчеркиваю, двухкомнатная квартира. Только что мы смотрели. Студию 30 квадратных метров. А тут двушка 32 квадратных метра. Но, внимание, всего лишь за 6 миллионов 200 тысяч рублей. И цена за квадрат 193 тысячи. Что, в общем-то, гораздо приятнее. Сейчас насладимся. О, какая красота. О, о, о. Все, я просто как петербуржец сейчас пойду утирать. Знаете, да, помните, ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров приползу умирать. Кто написал? Иосиф Бродский. Умер где? В Нью-Йорке. Молодец наш человек. Еврей. Что мы здесь видим? Собственно, нас интересует в большей степени планировка. Судя по тому, что нет ни одной фотографии, которая показывает, что, собственно, внутри квартиры. Опять же, объясняю. Все внутри квартиры плохо. Вот представьте, что все в квартире очень плохо, и в два раза увеличите это плохо, вот именно так и будет. То есть, все свои мечты, то, что, ну, вдруг там такой петербургский флер, оставляем при себе. Нет, нет там никакого петербургского флера, там кошмар и ужас. Давайте посмотрим планировку. Вот у нас вход в квартиру. Получается, 3 квадратных метра у нас прихожая. Что, кстати, вообще большое им спасибо, что она вообще есть. Вот у нас идет санузел, то есть, точнее, только унитаз, ванных, соответственно, нет. Из этого мы можем сделать вывод, что ванна, скорее всего, стоит на кухне. Дальше, прямо по коридору, прямо напротив входа у нас идет кухня, которая травмирует своими объемами. 3,6 квадратных метра. 3, блин, метра кухня. Вот я думаю, что сейчас по обратную сторону экрана просто раздался шелест аплодисментов людей, которые живут в хрущевках. И они просто в царских кухнях 5,5 квадратных метров чувствуют себя, ну, буквально-таки на высоте здесь, потому что, ну, люди этим похвастаться не могут. Второй прикол этого, то, что эта кухня без окна. Без окна, обратите внимание, я не вижу здесь окна. Здесь окно разве что в комнату можно прорубить для того, чтобы, не знаю, для чего. Вот, но тем не менее, пытливый подписчик может спросить, Юра, а зачем вообще тогда делать кухню, если она, а, такая маленькая, б, у нее нет окна. Объясню. Из-за того, что газ, по нормам, газ должен находиться в отдельном помещении, которое не смежно с жилой комнатой. Хотя, конечно же, если такую квартиру приобретать, то нужно вот эти все перегородки, ну, не знаю, как по мне, ну, совершенно точно сносить. Потому что, ну, зачем? То есть, я согласен, что еще нужна прихожая, как-то вот эту зону отделить, а все остальное нужно выводить в один объем. Плиту переносить вот сюда в угол. Конечно же, там, вместо раковины ставить какую-то, какую-то душевую кабину, что-то подобное. Но я не вижу других выходов. Но зато все остальное, кроме этого, в принципе, неплохо. Собственно, главный плюс, главный плюс этой квартиры, это цена первое. Второе, это расположение. Третье. У нас имеется большая комната, 18 квадратных метров, с одним маленьким окном, маленьким окном на пятой стене. Потому что, обратите внимание, что эта комната, она имеет не 4 стены, а 5 стен. Соответственно, пресловутый пятый угол здесь тоже можно найти. И, опять же, маленькая, малепусенькая комнатка, которая 6 квадратных метров. Но, тем не менее, по факту, двухкомнатная квартира на Васильевском острове. Но, по факту, я не могу назвать этот вариант плохим. Потому что, действительно, для любителей старого фонда, возможно, это выход. Потому что цена, по сути, однокомнатной хрущевки. А тут, обратите внимание, Васильевский остров. Но, все остальное, действительно, плохо. Так, на карте давайте глянем тоже. Ага, ага. Ну, да. Прям не близко. То есть, штука в чем? В том, что вот здесь есть храм. Можно сходить, помолиться, если все-таки в этой квартире вам станет плохо. Вот здесь есть сквер. Когда-то здесь рядом будет открыто метро. Вот я сейчас, сходу, не могу найти. А, вот здесь. Вот здесь будет. Будет очень классное местоположение. Но, для метро, конечно... Ох, сейчас далековато. Это минусы. Все остальное, в принципе, ну, почему бы и нет. Давайте читаем описание. Оно здесь достаточно краткое, но вам тоже будет интересно. Начинается оно с двух букв ПП. Фитоняшки из моих зрительниц. Сразу поймут, что это правильное питание. Но это не так. Это прямая продажа. А прямая продажа, это значит, люди продают квартиру и забирают деньги. То есть, они не покупают себе дальше ничего. В принципе, для людей, которые пока не в Петербурге находятся, это самый оптимальный вариант. Я, когда заключаю договор для того, чтобы проверить документы, сопроводить сделку, всем клиентам говорю, друзья мои, друзья мои, пожалуйста, покупайте в прямой продаже. Я как-нибудь отдельно на эту тему сниму ролик. И, конечно, очень подробно это будет в моем курсе. Почему нужно брать именно прямую продажу. Дальше читаем. Очень хорошее местоположение дома. Рядом парк. Тихая улица. Квартира требует капитального ремонта. Ну, собственно, о чем я и говорил, да, раз нет фотографий. Более пяти лет в собственности. Нет ванны, но есть место, куда ее установить. Вот это прям классно. Ванны нет, но есть место, куда ее можно установить. Пятый этаж без лифта. Ну, для спортсменов. ПП не зря. Парадная. Чистая, хорошая. Соседи до метро Приморская. Пять минут транспорта. Окна во двор. Ну, остальное все очевидно. На самом деле, единственный, наверное, неприятный момент, который еще здесь есть, да, это то, что на пятый этаж без лифта, с учетом высоты потолков старого фонда, это считайте, что седьмой этаж при обычном доме. То есть, поподнимайся каждый день. Теперь вот у нас и фотография дома. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. А великий плюс, что над этой квартирой, то есть, по логике вещей, получается, что вот где-то вот на этом уровне будут окна этой квартиры, еще есть надстроенный шестой этаж. Он надстраивался, скорее всего, позже. Не буду утверждать, что это точно так, но допускаю, что, скорее всего, он надстраивался позже. И это хорошо, потому что все-таки в старом фонде крыши могут течь. Например, вот у нас зима 2021-2022 года выдалась на удивление снежной. Наш замечательный Беглов всех обвиняет, что это жители виноваты в том, что они недовольны, что оказывается не убирают снег. Боже, боже, какая неожиданность, он опять выпал зимой. Какое чудо. И когда вот такая погода, как сейчас, сейчас мы снимаем этот ролик на улице минус один, буквально 10 дней назад было минус 20. То есть, когда вот идет вот эта вот смена постоянной температуры, конечно, вот все это налить, сосульки, все-все-все-все-все в полном объеме. И в полном же объеме это все течет сквозь крышу. И течет оно чаще всего вот на последних этажах. Причем, подчеркиваю, это проблема старого фонда. Если квартиры хотя бы с 70-х годов, этой проблемы, как правило, нет. А здесь пятый этаж, но не последний. Ну, круто. Ну, пойдемте дальше. Я надеюсь, вам интересно. Петроградский район. К сожалению, ничего нет. То есть, ничего достойного, что можно было бы вам показать, не найдено. Так что, пойдемте дальше. Приморский район. Прямо у метро Пионерская. Однокомнатная квартира. Без ремонта. И цена у нее 6900. Итак, давайте же посмотрим сначала фотографии. Фотографии. Что дает? Кухонька. Ну, неплохая, кстати, кухня. Не маленькая такая. Вот у нас планировка. Так, а как в квартире? А, вот так мы попадаем в квартиру. Что-то здесь начеркано. Вот это у нас санузел, туалет, ванна. Слушайте, ну, судя по тому, что есть лифт, это достаточно современный дом, да? То есть, 70-80. Планировка странная. Что-то типа Хрущевкина. Вообще, у Хрущевки, по классике, вход должен быть не сюда, а вот так. Хотя, не факт вообще. Что я могу, друзья мои, сказать? То есть, сказать, что она без ремонта, я бы тоже, кстати, ну, у меня язык не поворачиваться. Ну, нормальная квартира чистенькая, заезжай, живи. Что-то тебе надо будет. Потом отдельно сделаешь. Захламлена, конечно, излишне. Но это, собственно, судьба любой однокомнатной квартиры без балкона. Потому что некуда выбросить хлам. Вот у нас вход. Вот у нас пятачок коридор. Вот в эту сторону мышкой я показываю. Там или шкаф, или один из санузлов. Вот вход в санузел. Сюда кухня. Сюда комната. Да, ну вот, соответственно, эта фотография из кухни-то нет. Более-менее даже квартирка. А чего такое? Просто, если это без ремонта, тогда я не знаю, что с ремонтом. Санузел. Да, ну, соответственно, раздельный санузел, ванна, рядом ночь, туалет. Да, вот рядом туалет. Угу, все понятно. В шотландском таком стиле. Так, давайте почитаем описание и посмотрим на карте. Ну, вот. Вот пионерская, вот буквально. Ну, то есть, вот садик, вот еще садик. Вот школа, вот школа, скорее всего. Ну, то есть, классическая планировка ленинградского периода города Сан-Петербург. Со всеми ее плюсами. Обожаю вообще. Я вот открою страшную тайну. Прописан вот где-то, вот здесь он. Ну, так что, так что вот, нравится мне это место. Так, ну, 31 общая, 15 жилая, кухня 8. Ну, кстати, крупненькая. Второй этаж из 1973 год постройки. Ну, в общем, Брежневка, чего там. Итак, читаем описание. Внимательно ознакомьтесь с нашим предложением. В прямой продаже однокомнатная квартира. Приморский район. Идеальная транспортная доступность. Ну, это правда. В квартиру можно заезжать и жить. Очень светлая. Интересная формулировка. То есть, есть квартиры, которые заезжать и жить нельзя. Ну, это, наверное, если совсем без ремонта предыдущая, да. Три детских сада, две школы, две-три минуты пешком. Полностью обжитая инфраструктура. Плюс шикарный удельный парк пешей доступности. Общий закрытый тамбурный трех соседей. Возможность оставлять вещи. Велосипед, коляска. Высокая стоимость и спрос на аренду. Любые формы расчета проведения сделки. Прямая продажа. Ипотека подходит. Можем одобрить и подсказать. А, ну, в общем-то, чего? Вот квартира. Вот столько они сейчас и стоят. Единственное, что, наверное, цена не как-то не травмирует своей доступностью. Да, это еще даже скинули они немножечко цену. Но 6900. Что такое 6900? Ну, это 7. Давайте уж называть вещи своими именами. 7, 221 тысяча за квадрат в Брежневке. Да, правда, классно возле метро. Вот прям недалеко. Очень комфортное расстояние. Потому что когда совсем впредь, тоже ничего хорошего. Насколько я знаю, что у нас есть некоторые дома, у которых прямо в доме вход метро. Это станция метро Площадь Мужества. И вот там жить не так комфортно, как казалось бы, да. Потому что, ну, я слышал со слов. За что купил, за то продаю. Не готов расписаться в этом. Но, мол, там вообще чуть ли не трясет, когда там поезда ходят. Потому что все-таки туннель уже повышен. Ну, в общем, 7 минут оптимально. Новый дом далеко от беговой. Давайте посмотрим, что тут у нас. Ага. Здесь у нас новая квартира в новом доме. Ой, видим замечательный ремонт. Креслица такое прям. Балкончик, выход на балкончик. Зелень светет. О, гарнит. О, ну все. Все. В самое сердечко эта квартира попала. В самое. Ну, если на самом деле без юмора. Ну, правда, ну чего. Неплохая квартира. Вон, даже, видите, вот тут шпиль. Лахта-центра торчит по ночам. Между домов его видно. Планировка. Планировка. Интересно. Давайте. Вот мы попадаем в квартиру. Да, вот мы попадаем в квартиру. Здесь люди сделали невзаконенную, скорее всего, перепланировку. Потому что вот совершенно точно видно, что вот здесь была комната. Вот я просто не очень понимаю, что тут они наворотили. Потому что вот вы зашли. Вот у вас раз гардеробная, условно говоря. Вот тоже вот. То есть видно, что здесь что-то стирали в фотошопе. И что-то рисовали потом. Потому что вот эти линии наведены позже. Ох, риэлторы. Все, риэлторы сделали. Все во всех грехах они виновны. Надо будет почитать описание. Но я почти уверен, что там не узаконена перепланировка. Потому что, скорее всего, кухня должна была быть отделена каким-то образом. И я просто не вижу, как было. Но то, что вот это вот так сделана стена. Это они уже впоследствии сделали. А здесь просто нарисовали. Ну, вряд ли, конечно, это узаконили. Ну, что мы видим? Совмещенный санузел. Коридор. Кухня 8,8. Большая. Комната 15. Опять же, какие выводы мы можем из этого сделать? Это 30 квадратных метров общая квадратура квартиры. Любой. Этой, там другой, хрущевки, неважно. Но в хрущевке жилая была бы 18, а кухня 5. Ну, 5,5. А здесь из-за того, что большая кухня 8,8. Соответственно, у нас жилой площади остается 15 квадратных метров. А здесь они ее еще уменьшили, по-моему. Как-то так. Давайте дальше пойдем. Но то, что здесь точно поддельный вот этот, это 100%. Так, ага, вот у нас душевая. Все. Ну, не, ну, правда приятная квартира. Чего? Ничего не скажешь. Да, ремонт. Все класс. Сейчас по местоположению только посмотрим. Ну, вот, видите, да, коридор на кухню. Здесь что-то все-таки, по-моему, они сделали со стеной. Давайте почитаем. Комфортная однокомнатная квартира с качественным ремонтом в ЖК Юндоловский. В коридоре есть ниша, куда встроен шкаф. Пол, кафель. Санузел, совмещенный с душевой кабиной. Есть место для стиральной машины. Установлены счетчики и фильтры на воду. Все стены и пол в квартире выровнены. Кухня с выходом на балкон. Кухонный гарнитур остается покупателю. На застекленном балконе пол с подогревом. Проведено освещение. Имеется шкаф для хранения вещей. Комната удобно зонирована. Ниша под спальное место и шкаф. Гостиная. На пол качественно уложен дорогой износостойкий ламинат. Вот я впервые вижу в описании качественно уложен ламинат. Ладно, стены выровнены. Хоть можно померить это уровнем. Качественно уложен ламинат. Но что еще? Это, наверное, от создателей добрые дружные соседи. Или ремонт проводил человек с высшим образованием. То есть, ну что? Так, во дворе. Вид во двор. Вид на башне лахта центра. Юго-западная сторона. Хорошая шумоизоляция. Среди не слышно. Парадная чисто ухоженная. Два лифта. Есть подземный паркинг. В доме много магазинов. Рядом МФЦ. Две школы. Детская сфера. Дальше. Самое главное. Один собственник с 2013 года. Продажа со встречной покупкой. Молодцы, что указали, что встречная покупка. Плюс этой квартиры. Новый дом. 7300. В принципе, ну, не дешево, но хороший ремонт. Правда, неплохой ремонт. Он свежий, он не изношенный. Нормальные документы. Ну, то, что по описанию. И единственный минус, конечно, ну, это далеко от метро. Ну, эффективно, далеко от метро. И то, что продажи с встречной покупкой. Чем плоха встречка? Тем, что непонятно, когда они найдут себе квартиру. Бывают такие ситуации, когда легкая встречка. Продаешь однокомнатную, покупаешь двухкомнатную. Где не хватает, вот их здесь полно. Тогда указывает легкая встречка. Здесь просто написано встречка. Поэтому, как говорится, у меня вопросики. А давайте вот теперь мы найдем двухкомнатную. Посмотрим, что дают. Класс. Ой, мне уже нравится. Черная речка. Ланское шоссе. 24. Прекрасно. Потрясающий район. Там, конечно, будут только хрущевки. Ну, таки, дай им, собственно, бог здоровья. Для меня я лучше буду в хрущевке жить в хорошем районе, чем в новом доме, но в плохом районе. Там, где, знаете, 45 этажей. Ты покупаешь билеты в лифт, ждешь своей очереди, выходишь, а там уже кто-то стоит. Ну, то есть, вот это все. Классическая петербургская хрущевка. Почему я обращаю внимание, что петербургская? Обратите внимание, что окна в комнату на две стороны распахиваются. Вот так. Ни в одних других хрущевках, в других городах я такого не видел. Если вы видели, напишите обязательно в комментариях. Вдруг в каких-то еще городах есть также распашные на две стороны двери. Ну, собственно, классическая дубушка, хрущевка со всеми ее плюсами. Сейчас про плюсы расскажу и про минусы тоже расскажу. Мы пока смотрим окна. Ну, вот видите, да, окошечко оно такое достаточно низкое, приятное. Ага, санузел. Ну, в общем, все понятно, да. Единственное, что вход получается с торца. Интересно. Стена в стиле лофт. Ну, все. Я сейчас вспоминаю английский язык. Я когда-то неплохо им владел. И с удивлением обнаружил, что лофт это чердак. Ну, в общем, классическая двухкомнатная кирпичная хрущевка. Итак, мы видим перед собой планировку. А давайте-ка мы ее посмотрим. Ага, все понятно. Они там, значит, перепланировку тоже сделали. Вот как она была. В принципе, эту планировку делать, блин, и нужно. Ох, вот что мы видим. Если мы сносим вот эту стену, то мы получаем замечательную евро-двушку. Во-первых, все эти стены внутри несущие. Видите, толщина стен между квартирами. Вот она несущественна. Вот она несущественна. Вот эти стены, они буквально из жеваной бумаги. То есть, их убрать небольшая проблема. И если мы убираем две эти стены, мы получаем большую площадь здесь. То есть, кухня 5,5 плюс комната 17 у нас получается 22,5 квадратных метра. Здесь ставится какой-нибудь столик. Вот у вас зона, где вы готовите. Здесь вы живете. Здесь у вас спальня 11 квадратных метров. Ну, чем плохо? Здесь гардеробная. Балкончик, выход тоже. Ну, все класс. Балкон 3 метра. Как мы можем понять, что у нас была перепланировка? Давайте вернемся к фотографиям. А, вот они сами все нарисовали. Молодцы. Все, респект и уваживка. Вот как они квартиру переделали. То есть, получается, у них осталась точно так же кухня. Они оставили комнату, просто заизолировали комнаты между собой. То есть, ну, такая планировка тоже имеет место быть. Зря, на мой взгляд, гардеробную убрали. Но, видимо, им нужнее так. Респект за честность. Давайте о тебе описание почитаем. Светлая двухкомнатная квартира в кирпичном доме. С балконом и хорошим ремонтом в районе Черной речки. Комнаты изолированы. Есть балкон, раздельный санузел. В квартире сделан хороший ремонт. Теплые полы в туалете и ванны. В отделке кухни и санузлов использована дорогая плитка. И, наверное, качественно уложенный ламинат. Дом расположен в тихом месте, во дворах, в удалении от шумного Ланского шоссе. Это, правда, классно. Ну, там хорошо, правда. Ну, слушайте, ну, там же Пушкина застрелили не потому, что тогда уже было опасно и стреляли черных ребят. Нет, тогда там уже жили люди. И жена его с следующим мужем жила как раз-таки на Ланском шоссе. О ужас в усадьбе Ланского. Именно в честь его потом впоследствии назвали. Она там в торце стоит до сих пор. Окружен зеленью, лестница в подъезде очень аккуратная и чистая. Что говорит о хороших соседях. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Так, по сделке по самой ничего не написано. Написано, что документы готовы показать в любое время. Ну, нам остается им только верить. Из плюсов. Цена 7 миллионов 300 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру. То есть 168 тысяч за квадратный метр. Это первое. Второе. Черная речка. Здесь, конечно, до Черной речки объективно далековато. Тут тоже надо будет ехать на маршрутке. Но ближе здесь метро Пионерский. Вот здесь замечательный переход. Вот здесь выходите, перешли. И, ну, буквально действительно 15 минут вы уже будете в метро. Дальше. Скверики. Вот здесь усадьба Ланского. Вот здесь у нас Пионерский парк. Вот здесь парк Листехнической академии. Место классное. Даже есть детская психиатрическая больница. Ну, вдруг кому надо. По документам непонятно ни шиша. Но, собственно, в целом, в целом, в целом, в целом, надо, конечно, проверять. Если с документами все в порядке, никаких занижений. Ну, перепланировка неузаконенная. Да, то есть ее не через каждый банк протащишь. Это проблема. Но, как всегда, любая проблема – это повод для торга. Помните об этом, друзья мои. Важный момент. Мы не включили это в обзор, но для общего понимания. В этом же районе подобные объекты, но без ремонта, минус 500 тысяч рублей. Почему не стали их показывать? Ну, потому что сейчас на 500 тысяч вы никакой ремонт не сделаете. И поэтому просто выгоднее купить уже с ремонта. Итак, дальше. Выборгский район. Первая квартира – уделка. Итак, однокомнатная квартира. 6400. Ой, приятно как. Приятно. Какой цвет. Вот этот цвет любимый. Кот присутствует. Да, это все значит хорошо. Странная планировка, честно признаться. Для однокомнатной квартиры. На удельной. Такое впечатление, что тоже была хрущевка. На что-то там они наворотили. Я понял, они сделали из однокомнатной и двухкомнатной. Прикольно. Была у меня такая квартира. На самом деле, не самое плохое решение. Сейчас объясню и покажу, почему. Да, все понятно. Просто они из однокомнатной квартиры сделали еще отдельно детскую. Ну, ребята, видно, что выживали как могли, потому что, например, над унитазом поставили стиралку. С одной стороны, казалось бы, странно упираться в нее головой, сидя на этом троне. Но с другой стороны, ну а что теперь, если семья большая, места немного. Обычно стиралку, если уж на то пошло, уперлась, то она совершенно спокойно прячется просто вот сюда. Что мы здесь видим? Здесь мы видим обычную однокомнатную хрущевку, которая переделана в двухкомнатную квартиру. Это газовая колонка. То есть, встречал я мнение, доводилось мне встречать мнение, что газовая колонка, это плохо, это надо, там, бу-бу-бу, убирать. Ну, это плохо, по умолчанию это плохо. Я бы, на самом деле, не был бы столь категоричен. Я объясню, почему. У нас в Петербурге, да как и в любом другом городе, на самом деле, все застраивалось районами. И если в каком-то районе, вот они провели горячее водоснабжение, там ни в одной квартире не будет газовой колонки. Если в каком-то районе они решили, что будут газовые колонки в квартирах, то там абсолютно все квартиры именно с этими газовыми колонками. И это не выбор, там, ваш, мой или чей-то еще. Если вам нравится район, ну, что ж, теперь будете газовой колонкой. Это первое. Второе. Современная газовая колонка, это практично, безопасно и, на самом деле, удобно. Потому что вот эти веерные отключения горячей воды, которые все равно присутствуют в Петербурге, они вам вообще не страшны. По поводу того, что у вас не сразу идет горячая вода, ну, это тоже невеликая проблема. Вот была у меня квартира в новом доме, когда я жил в городе, ну, в смысле, она сейчас есть, просто я там не живу. Ты открываешь горячую воду, у тебя не сразу идет горячая вода. Далеко не сразу. Потому что пока она пройдет по трубам и все прочее, там за те же 10, 15, 20 секунд у вас нагреется вода в колонке, и вы точно так же сможете помыться. Так что тут я этот аргумент тоже не очень принимаю. При условии, что она современная. Угу, все понятно. Так, вот переходим мы к планировке. Сейчас все расскажу и покажу. В чем здесь штука и в чем здесь нюанс? Если вы обратите внимание, вы увидите, что в этой квартире три окна вместо двух. Почему? Потому что эта квартира торцевая. Именно поэтому балкон у нас вот сбоку. Вот вход в квартиру, коридорчик, вход в санузел, вход в кухню, вход в квартиру. И здесь путем постановки небольшой вот такой стеночки, что они сделали, вот я мышкой показываю, где она должна быть. Они отделили небольшое пространство, куда поставили кровать, для того, чтобы была отдельная спальня. Для того, чтобы, если условно говоря, вот в этом пространстве человек спит, здесь можно было, там не знаю, читать книжку, там играть в компьютер или что-то еще. И наоборот. Читаем описание у этой квартиры. Продается уютная, теплая, солнечная квартира. Ремонт сделал в 2018 году. Полностью заменены и выровнены стены и полы. Установлены стеклопакеты. Полностью заменена сантехника и электриков. В прихожей и в кухне теплые полы. Высота 2,60. Потолка. Большая комната с двумя окнами разделена азбукоизоляционной перегородкой. Выделено отдельное спальное место в скобках. По сути, отдельная комната. Ну, о чем я и говорил. Тихий зеленый двор, прекрасные соседи. Ля-ля-ля, 3 рубля. Давайте посмотрим место на карте. Кручиваю. Ну, на самом деле, пешая до лесной. Все тут хорошо. И эта квартира за 6,400. Конечно, это, с одной стороны, не очень дешево. С другой стороны, при этом ремонте 200,000 за квадрат. Это прям норма. Потому что здесь любая... Здесь же вот район, где очень много сейчас застраивают новостроек. Там любая квартира будет раза в полтора. Примерно дороже. Итак, пойдемте дальше. Теперь мы посмотрим квартиру. Ну, наверное, по нижнему краю вообще цен. То есть, вот ниже этого найти очень сложно. Даже, видите, цену как бы поставили 5,5,5. Да, 5,5,550,000 рублей. Выборжский район, Светлановская, Новороссийская, 2. Фотография. Ну, кирпичный дом, хрущевка. Собственно, ну, все традиционно. Состояние такое, что ремонта не было вообще ни разу. То есть, вот эти вот квадратики резиновые, их укладывали, по-моему, в самом начале. И обои такие же наклеивали. Ох, неудиваю. Ой, и, смотри, переключатель. Ну, вообще, из этого дома, из этой квартиры нужно делать музей. Музей. Капсула времени. Ничего не поменялось за это время. Обалдеть. Обалдеть. Ну, видимо, жила какая-то бабуля. Ну, понятно, что здесь, в общем, нет ничего. Ее такую или под сдачу, да даже под сдачу-то, в общем-то, она будет так себе. Потому что, ну, это, ну, это, конечно, да. Совсем без ремонта, планировка. Ну, ничего не делали. Вот, собственно, вот как ее в свое время отдали кому-то. Да, там, кто там жил. Давайте почитаем. 61-й год. Второй этаж. Класс. Пам-пам-пам. Продается квартира в кирпичном доме рядом с парком. Дом расположен в удалении нескольких станций метро. Точка. Законченная мысль. Действительно в удалении. Так от всех станций метро он может быть удален. Ну, это бог с ним. При желании и возможности можно доехать на общественном транспорте 4-6 минут. При желании и возможности. Типа, желание есть, но возможности нет. Лишь, ну, я, ну, я, честно, не понимаю. Документы готовы. Три взрослых собственника без обременения. Продажа прямая. Продажа по договоренности ключевого агента. О, ну, смотрите. Три взрослых собственника. Что я могу из этого сказать? Скорее всего, наследство. Гикнулась там бабка, которая жила. Вот дети и продают. Ну, или там кто-то, да, соответственно, ее родня. Без обременений, да. Но очень, может быть, попросят занизить стоимость для того, чтобы меньше платить налоги. Вот в таких случаях занижать стоимость ни в коем случае нельзя. Но расположение, кстати, не самое плохое. То есть, да, действительно подтверждаю, что станции метро прям вот рядом. Да, здесь нет. Ближайшая станция метро по логистике здесь вот тут. Это площадь мужества. То есть, вы чуть-чуть прошли, сели на трамвайчик и проехали две станции метро. Но рядышком парк Листичнической академии. То есть, само по себе место, особенно если вы автомобилист, вообще отлично. Тут вот прям даю ногу на облизывание, как говорится. Ну что ж, пойдемте дальше. Четвертую квартиру, которую мы посмотрим в Выборгском районе, это будет станция метро Парнас. Новый дом, подальше, но тем не менее. Посмотрим, сколько это все стоит. Итак, что мы имеем? Двухкомнатная квартира, 40 квадратных метров. По цене, внимание, 6 миллионов 700 тысяч рублей. Почувствуйте разницу. Это к вопросу к тому, что еще года 3-4 назад, я помню, когда приходил запрос на приобретение квартиры, часто говорили, ну вот нам там, пожалуйста, что-нибудь. Квартирка, она только не Мурино и не Парнас. Сейчас не говорят не Парнас. Говорят, ну только вот, пожалуйста, не Мурино далеко. Ну что, Парнас, говорят, да, конечно, дайте два. Но Парнас уже мало кому тоже, в общем-то, доступен в финансовом плане. Итак, давайте посмотрим, почему же эта квартира такая недорогая. 15 минут на транспорте до метро Парнас. Ну посмотрим. Итак, фотографии. Внимание на экран. Приятная такая кухонька. Комната Один. Комната Два. Ага. Но тут они, скорее всего, тоже что-то наделали с перепланировкой, хотя не факт. Хотя не факт, я не уверен на 100%. Странно. Как будто выход на балкон раз, выход на балкон два что ли. Ну, давайте посмотрим. Потому что вот вход еще. Куда, почему? Почему из этой маленькой комнаты 3 выхода. Ну, будем надеяться, дальше будет планировка, потому что раз дверь, два дверь, три дверь, четыре дверь. Хорошо, это дверь в гардеробную, это дверь входная. Это комната один, комната два что ли. Сейчас посмотрим. Санузел. Ну, вполне. А вот, блин, планировку-то предоставить они не удосужились. Давайте почитаем. Продается уютная двухкомнатная квартира. Пешая доступность до метро. В договоре показываем полную стоимость. В итоге этаж с красивым видом и законом. В квартире есть лоджия и французский балкон. А, я понял. Ну, скорее всего, тогда получается вот это количество дверей обусловлено тем, что одна это лоджия, а второй французский балкончик. То, что вот здесь ты можешь открыть, выйти ты не можешь. Ну, или можешь, но это будет твой последний выход. Так что лучше от этого сдержаться. А балкон и французский балкон, который ограничен вот там на уровне пояса. Пешая доступность до метро. А мы давайте-ка посмотрим на карте. Где же там пешая доступность до метро? Ой, врут, ой, врут ведь демоны. Ну, врут. Ну, что же вы мне вкручиваете-то? Ну, какая же там пешая доступность до метро? Черт его знает. Вот, на самом деле, это вот уже последние дома. Да, то есть вот прям последние-последние дома. Назвать это пешей доступностью, ну, я бы воздержался. То есть здесь нужно садиться на маршрутку и ехать на маршрутке. И тогда ты будешь там 15 минут действительно ехать. А пешком, ну, если ты фанат пешеход или хорошая погода, потому что вот 15 минут на транспорте так и есть. Именно этим обусловлена цена. 6 миллионов 700 тысяч рублей, друзья мои. Кстати, кому-то, если нужна обязательно именно квартира в новом доме уже с ремонтом. И, допустим, обязательно две комнаты. Ну, например, семья такая, да, что там дети разнополые или что-то еще. То в этом случае почему нет? Хотя двушка 40 квадратных метров. Вы все понимаете сами. У меня вопросики к планировке, честно признаться. Ну, ладно, все понятно, пойдемте дальше. Калининский район. Первая квартира прямо у политехнической с ремонтом. Дом не новый. Ну, однокомнатная хрущевка, чего-то. 30 квадратных метров, 6 600. Ну, не сказать, что дешево, плюс еще этажи. Так что будьте готовы к тому, что какая-нибудь погляна, там будет еще, скажем, то надо будет заплатить сверху. Не люблю этажи. Ну, вы видите сами. Я думаю, комментарии здесь излишни. В общем-то, обычная, стандартная хрущевка. Радует, радует трудолюбие агента, который по каким-то соображениям показывает фотографии с зеленой еще травой. Я вот в окошечко сейчас выгляну, зеленой травки-то не увижу, снег увижу. Говорит это о чем? О том, что квартира продается давно. Соответственно, если квартира продается давно, это повод для обсуждения цены сказать, ребятки, ну вот вы же давно продаете, а вот давайте-ка минус 150 тысяч рублей и попробуем. Ну, не факт, что получится. Но, тем не менее, это повод поговорить. Есть планировка, это замечательно. Что мы видим на планировке? Стандартная хрущевка. Вот у нас вход. С левой стороны гардеробная. Прямо санузел. Прямо, опять же, у нас вход в комнату. Она же гостиная и кухня. Кухня 5,5. Балкончик, ну, все стандартно. Не самое плохое состояние. Сейчас почитаем описание. В Калининском районе в нескольких шагах от станции метрополитехническая ждет новый хозяев уютная однокомнатная квартира. Общей площадью 30 квадратных метров. Ну, в виде 38, если округлять, 31. Квартира готова к проживанию. Светло, уютно, проведен ремонт. Мебель, техника остаются от распоряжения новых хозяев. Заезжай, живи в доме, газоснабжение. Окна выходят в открытый двор, всегда будет место для автомобиля. Все документы готовы, обременений нет. Нет, санузел ТПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП Скажем, одна из наиболее используемых, что ли, веток. Ну, красные и синие, да, самые старые, самые такие, ух, которые соединяют наиболее интересные объекты, инфраструктуры, да, которыми чаще люди пользуются. Опять же, здесь парк Сосновка. Я вообще любитель, когда рядом парки. Вот тоже сад Бенуа рядом, очень красивый. Так что неплохо. Не могу сказать, что плохо. Цена, цена была бы 6400, был бы хорошо. Сейчас еще посмотрим, это что-то какое у нас. Ох, пятый, ё-моё. Вот это, конечно, минус, еще пятый этаж, туда еще заберись-ка. Как есть, так есть. Имеем, как говорится, то, что имеем. Теперь в Калининском районе давайте посмотрим квартиру на Пискаревке. Я вам напоминаю, что Пискаревка, это, наверное, последний район в Петербурге, который находится относительно близко к центру, но в котором нет метро. И именно поэтому там зачастую квартиры дешевле. И именно это мы сейчас и наблюдаем. Однокомнатная квартира 5, 200, 166 тысяч за квадратный метр. Ну, это недорого. Итак, фотки. Ага, вот планировка. Собственно, вот мы попали в квартиру. Прямо гардеробная. Налево санузел. Комната. Кухня. Все по классике. Но опять же здесь на две стороны окна. То есть для кого-то это важно. Точнее даже не то, что на две стороны окна. Здесь дополнительное окно. То есть, если вы помните, точно такую же квартиру перегородили. Вот здесь спальное место и сделали что-то типа дужки. Ну, остальное ничего примечательного. Еще фотографии сделаны на дурацкий телефон. Ох, ленится, господа агенты. Ох, ленится. В санузле убрали ванну, сделали душевую кабину. Вот такой уголочек. Это, кстати, считается перепланировкой. Поэтому с этим внимательнее. Угу. Ну, остальное ничего примечательного. Срочная продажа. Цена снижена до 01, 02, 22. Отличная цена на 1-комнатную квартиру. Ну, правда, действительно недорого. Цену снизили. Еще важное примечание. Альтернатива. То есть, это значит встречная покупка. Чаще в московский термин альтернатива. Говорит о том, что они дальше себе что-то покупают. Но это, кстати, можно и сделать этот вывод из фотографий. Да, судя по тому, что там детские двухъярусные кровати. Ну, им просто тесно. И надо дальше расширяться. Квартира с балконом на среднем этаже. 31,2 квадратных метра. Комната 18 с выходом на балкон. СУС. Что такое СУС? Санузел совмещенный, наверное, СУС. Квартира без обременения. В собственности более 5 лет. Взрослый собственник. Любая форма оплаты. Подобрана встречная покупка в этом же районе. Юридическое сопровождение в подарок покупателю. Перевожу на русский язык. Квартира без обременения. Это хорошо. В собственности более 5 лет. Это хорошо. Не будут занижать стоимость. Взрослый собственник. Это хорошо. Любая форма оплаты, значит, подходит под ипотеку. Подобрана встречная покупка. Это плохо. Потому что она сейчас подобрана. Завтра не подобрана. Да, то есть. Но это лучше, чем просто встречка. Которую вообще еще не подбирали. Юридическое сопровождение в подарок покупателя. Вот это гон. Потому что замечательная Оксана Бройкаре, которая вот делает такие замечательные фотографии на свой собственный телефончик, да, вечером. И которая экономит интернет. Ввиду, наверное, того, что я 102 года ее уже на том свете с фонарями ищу. Она, это юридическое сопровождение, будет делать ровно для одних людей, для своих клиентов. Вы ей никто. Вы ей не платите. Она не будет соблюдать ваши интересы. Точнее, она будет их соблюдать и улыбаться ровно до того момента, пока ваши интересы и интересы ее клиентов идут вместе. А как только наступает какая-то конфронтация, а она может наступить, потому что один покупает, другой продает. Тут же она вас подведет под монастырь, кинет, как только может. Ей за это деньги платят, я напомню. И поэтому, дорогие мои хорошие, не будьте, пожалуйста, наивны. Друзей у вас на этом рынке нет. Вам никто ничего не должен. У вас, ну, правда, никто за вас там сражаться не будет. Только тот человек, кого мы наймете, который, собственно, будет заниматься этим делом, потому что вы ему деньги платите. Итак, последний район в нашем сегодняшнем обзоре это Красногвардейский район города Санкт-Петербурга. Прямо у Ладожской квартирка с ремонтом. Старый дом, старый дом, Заневский проспект. Что мы здесь видим? Собственно, однокомнатная квартира, 31 квадратный метр. Гадалки, не ходи, это хрущ. Ать, ну да, все, все очевидно. Да, угу, понятно. 6700, недешево, 216 тысяч за квадратный метр. Квартира в отличном состоянии, тепло-светлое, хороший ремонт, мебель по согласованию остается. Чистая парадная, достойные соседние, взрослый собственник более 20 лет. Готовы показать любое время. Давайте-ка мы посмотрим на карте. Ну, Черкасска, 5 минут пешком, в принципе, плюс-минус понятно. Ну да, ну слушайте, ну классное место, ничего не скажешь. Здесь вот у вас выход Когти, пожалуйста. Малахутинский парк, Малахутинская набережная. Мне это место нравится. Правда классно. Здесь еще нужно не забывать, что скоро вот здесь будет еще один мост, вот здесь. И тогда пробок на мосту Александра Невского станет гораздо меньше, потому что сейчас это достаточно пробочное место. Это раз. Тем не менее, все равно мне это место нравится. Старый зеленый район, ну прям майн-респектинг. Ну блин, недешево. Сейчас еще посмотрим, какой этаж. Четвертый этаж, средний этаж, ну класс. Мне нравится. Дорого только. Вот то же самое, но в 6300 бы, вот цены бы не было. Давайте посмотрим очень дешевую квартиру, близко от метро. Сколько просят, что по состоянию, что по документам. Вот смотрите, в 2022 году однокомнатная квартира очень дешево, это значит 6 миллионов 50, но 49. Капец с ценами что произошло. Опять же этажи, будь они прокляты. Ага. Ой, слушайте, это что за логового вампира? Черная ванна, выкрашенная, кирпичи выкрашены в черный свет. Вот это альтернативное видение ремонта и красная кухня. Ребята. Вот это да. Знал я одного года, точнее как знал, знаю одного года, вот кто. Такого рода бы понравилось, но он бы сделал все это с большим вкусом, конечно, потому что здесь это такое. Ну что, стандартная хрущевка с ремонтиком. Сейчас посмотрим. Первый этаж, вот в этом, в этом, конечно, минус первый этаж, потому что, ну, ну, 6 первый этаж, ну, окей. Продаю уютную, теплую, однокомнатную квартиру в Красно-Кардейском районе, взрослый собственник, никто не прописан, 7 лет собственности, прямая продажа без обременения. Ну, это хорошо. Пластиковые окна, металлическая дверь, вся мебель и техника остаются. Можно заехать и жить. Ну, на самом деле, что хорошо по документам, квартира хорошая. То есть, по цене, ну, 190 тысяч за квадратный метр, ну, такое. Сейчас посмотрим на карте. Ну, на карте тоже, в принципе, неплохо. То есть, вот здесь еще нужно не забывать, что про Шаумяна, там вдоль всей улицы Шаумяна, в середине посажены каштаны. Я бывал там весной, я там много квартир купил. Очень классно по весне, когда цветут каштаны, а не вот эти вот цветки каштанов. Я в моем родном городе, я не видел ни одного каштана. Здесь я каждый раз, когда вижу это дерево в цвету, я замираю в восхищении, потому что, ну, это действительно это отдельное, это какой-то праздник жизни. Я не знаю, как это иначе описать. Если будет возможность, по весне обязательно прогуляйтесь, потому что каштановая аллея полностью из каштанов только там, на Шаумяна. В этом плане неплохо. Минусы, ну, первый этаж, ну, такое, не знаю, первый этаж потом сложновато будет продавать. Так, а теперь давайте посмотрим двушку в этом же районе и около станции метро Ладожская. О, 7 миллионов, вот это да. И вот, кстати, для сравнения, однокомнатная 6, двушка 7. Так я лучше уж двушечку за 7 возьму, и цена получается 152 за квадрат. Вот, правда, не шаговая доступность. Но, кстати, квартира в продаже вот недавно, да, потому что, по крайней мере, снег мы видим на фотографиях. Нормальное состояние. Не логово вампира. Есть мечи. Логово самурая, судя по всему. Судя по мечам. И музыкант, судя по фортепиано. Фортепиано, кстати, неплохое. Такой простенький ремонтик. Но можно заехать и жить, собственно. Все такое нейтральное. Единственное, что вот этот цвет детской неожиданности, который они выбрали для панелей на кухонном гарнитуре. Я даже не знаю, как его назвать. Зеленый-коричневый. Нет, ну, правда, неплохая квартирка. Ну, простенько все, ну, чистенько. Чего? Ну, нормально. Почему нет? Так, вот планировка. Зашли. Коридор. Санузел. Комната раз. Комната два. Ну, классическая двухкомнатная квартира, про которую мы уже говорили. Мы ее уже видели. Ну, слушайте, пятый этаж гораздо лучше, чем первый. По крайней мере, есть балкон. Начнем с этого. Во-вторых, все-таки, ну, пятый его проще продать. Потому что проблем с крышами, как я уже сказал, в принципе, для тех лет их уже нет. Ну, тоже проспект Шаумяна, то же самое. То есть, и здесь, в принципе, тоже шаговая доступность до метро. Ну, сколько получается. Вот вы вышли. Раз, два. Ну, два двора. Ну, господи, ерунда. Пройтись. Два писания-то и нету. Наиболее свежая информация находится у владельца объявления. Слушайте, возможно, замануха. Вот давайте тогда так. Потому что, если совсем нет описания, не исключаю, что, может быть, это утка для того, чтобы вы позвонили, вам сказали, что этой квартиры уже нет, а мы там вам что-нибудь подберем. Такое бывает. Не так давно человек приходил с подобным вариантом, говорит, а вот я нашел. И пришлось его разочаровать. Здесь, может быть, так же. Даже заманухи, но их как-то все равно там пишут описание, чтобы то хорошо там, а это хорошо. Ну, как правило, стараются что-то писать. Здесь то ли девушка поленилась, то ли что. Что еще мы знаем про эту квартиру? Альтернатива. То есть, это встречная покупка и, возможно, ипотека. Возможно, ипотека – это класс, альтернатива – это плохо. Меня, конечно, поражает, и я думаю, что вам тоже интересно то, что, в принципе, в этом районе разница между однокомнатной квартирой и двухкомнатной квартирой всего в миллион. Ну, на мой взгляд, выбор очевиден, да? Просто одно дело, ты покупаешь однокомнатную на первом этаже за 6, и это дешево – 6,50. А другое дело, ты покупаешь двушку за 7, и на пятом этаже. Ну, выбор очевиден. Так, вот двушка 6,800 даже, кстати, еще дешевле. 6,800 – ничего себе. Тоже, кстати, в неплохом состоянии. Слушайте, ребята, я, по-моему, нашел куландайк, да? Где недорогие квартиры разбросаны. Ну, такое обои спорные, но обои-то переклеить ерунда. Ну, вот классическая двушка, да. Ой, господи, ну, кто это дизайнер-то? Ну, что это такое? Ну, что это? Как будто насекомые ползают. Много-много насекомых. Был недавно в отпуске, и там открытый санузел, ну, такой, как половина санузла под открытым небом. Ночью заходишь там, да, и куча муравьев. Куча прям крупные такие, как тараканы. Вот здесь подобные ощущения в санузле из-за вот этой плитки странной. Ну, классическая планировка, да, собственно, вот мы попали в квартиру. Вот у нас налево совмещенный санузел, комната 1, комната 2, гардеробная, балкончик 3 метра, кухня. Кухня 6,4, кстати, больше, чем классической. Так, читаем описание. Отличная квартира в пешей доступности от метро Новочеркасская, 14 минут, Ладожская 12 минут. Квартира теплая, окна, сантехника, электрика заменены. Все мебель остается, документы полностью готовы. Вся сумма в договоре без обременения задолженности. Вот, друзья мои, мы нашли замечательный вариант. Давайте так. Все, на этом ролик мы заканчиваем. Больше там нафиг ничего искать не будем. Во-первых, мы нашли то, что надо. Во-вторых, я устал. Меньше, чем 150 за квадрат. Не первый этаж. Нормальный ремонт. Ну, он спорный в плане дизайна. Но, по крайней мере, там, знаете, вот не из-под бабушки с трупом бабушки. А все равно люди что-то старались. Там это все равно можно как-то переделать. Там, да, даже ту же там, ну, плитку, да, это не дешево. Но, тем не менее, сделать уже под себя что-то более нейтральное. Там, да, но какое-то время жить. Полгода, может быть, там, да, закрывая глаза на это. И цена 6800 всего. И если без облименений и задолженностей, вся сумма в договоре. Единственное, что здесь указано, что альтернатива, ну, окей. Что теперь? Вот так. Что же, дорогие мои хорошие, сейчас секундочка рекламы. Если вы хотите купить квартиру в городе Санкт-Петербурге, если вы нуждаетесь, например, в юристах для проверки этой квартиры, обращайтесь в компанию ProPiter, это наш профи. Если вы хотите купить себе новостройку, обращайтесь в компанию ProPiter. Мои специалисты сделают это наилучшим образом. Для вас это все будет бесплатно. Плюс мы для своих клиентов делаем приемку квартиры в подарок. И оформление документов после покупки тоже у нас идет в подарок. Этим мы отличаемся от всех остальных специалистов на этом рынке. Ну и в целом, если вы покупаете с нами, мы после этого всегда вам поможем. Даже если не наш профиль, мы всегда вам поможем, друзья мои. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал ProPiter. Я вам напоминаю, что постановка лайка под этим роликом очень сильно улучшает вашу кармическую возможность приобретения квартиры. По статистике, первоначальный взнос купится гораздо легче у людей, которые ставят лайки под видео на канале ProPiter. И накопление первоначального взноса по сравнению со всеми остальными происходит в два раза быстрее. Я считаю, что это стоит того, чтобы жмякнуть кнопочку. Спасибо вам. Встретимся на канале. Субтитры сделал DimaTorzok